Приветствую вас. Вы знаете, вот если так вот чисто говорить, внешне функционально. Я бы сказал, что системная проблема ваша заключается в том, что вы пытаетесь одно компенсировать другим, не проживая до конца ничего из того, что с вами происходит. И, собственно, оправдывая свои действия, свои поступки, свое поведение какими-то обстоятельствами. Ну, не всегда, да, не всегда обстоятельствами, скажем так, позитивными. Вот. Давайте начнем с начала. Вы были женаты, значит, и в браке вы узнаете, что ребенок не вас. Ну, собственно, я думаю, что любому человеку понятно, что неприятно это. Ну, неприятно это. Мягко говоря, о событиях неприятное известие. Вот. Это очевидно, конечно. Вот. Ну, а что вы делаете? Вот давайте подумаем, подумаем, что вы делаете. Через 8 лет выяснилось, что ребенок не мой воспитал ее двух детей и еще этого ребенка. То есть, получается, что вы берете в жены женщину, у которой уже двое детей. Добавь. Плюс вы узнаете, что ребенок не ваш. Все. А вы... Что делаете вы? Вы решаете работать как сумасшедший и воспитывать, по сути, как бы чужих детей. Работаете как сумасшедший, как вы говорите. Гнете спину, как вы говорите. Не жалеете себя. Ну, наверное, у вас и нет такой возможности. Ну, наверное. Наверное, у вас нет возможности себя жалеть. Наверное, у вас нет возможности себя как-то щадить. Да? Скажем так. И... В итоге... Ваше здоровье вас подводит. То есть... Имеется в виду, да, что... И... И... Вы удивляетесь... Вы удивляетесь... Значит... Тому... Что... Ваша... Жена вас бросает. Притом... Что... На мой взгляд... Совершенно очевидно, что... Вы ведете себя... Сами. Вы ведете себя сами... Условно говоря, позиционируете... Таким образом... Что... Почему бы вас... Собственно говоря... Не использовать. Это вот один из ключевых моментов. То есть... Вы... Сами... Условно говоря, позиционируете... Себя. Таким образом... Что... Вас используют. И... Это неприятно. Конечно же. Но если вы... Так... К себе относитесь... Если вы... Так... Себя воспринимаете... То... Почему бы... Вашей жене... Бывшей... Бывшей уже жене... Я так понимаю... Вас не использовать... То есть... Здесь... Первый момент... Момент... Вы соглашаетесь... На... Жертву... Вы... Жертвуете... Собой... Ради... Собственно... Чужих детей. Нет... Это неплохо. Конечно. Это неплохо. Это хорошо. То, что вы делаете... Это... Точнее... То, что вы... А... Делали... Это здорово. То, что вы делали... Это замечательно. Но... Нужно-то... Чтобы... Это было... Как-то вот... Более-менее... Чтобы это более-менее... А... Отражало... Ваши... 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 А... Желания... Чтобы это... Более-менее... А... Отражало... Ваши... Э... Э... Потребности... Чтобы это... Э... Чтобы это было... Тем... Э... Что... Вы хотели... Для себя... А... Так... Получается... Что... Это... Просто... Жертва... Вы... Просто... Жертвовали... Собой... И... Всё... Вот... То есть... Проблематика здесь... Так... Дальше... Э... Так... Испо... Значит... Испо... Испо... Оказалось... Не нужен... Использовал... Для денег... Ну... Так... Да... Потому что... Вы... К себе... Таким образом... Обносились... Что... Вас можно... Испо... 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 Э... Вот... Ну... Ну... Можно говорить... Конечно... О том... Что она... Э... Поступила... Ужасно... Но... Э... Э... Если... Э... Изначально... Э... Вы... Демонстрировали... Ей... Такое отношение... К себе самому... Да? Э... То... Она... Получается... Просто... Э... Взяла... Ваше отношение... За... Основу... Скажем так... Вот... Это... Неплохо и нехорошо... Это просто данность... Вот... И... Э... Вам бы здесь... Нужно спросить себя... Как я... В этой... Собственной... Э... Э... Ситуации... Оказался... Как я... Э... Э... Позволил... Себя использовать... Пренебрегать собой... И так далее... Ради чего? Есть у меня... Такое ощущение... Что... В семье... Вы... Э... 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 Ну... Вероятно... Э... 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 Не далиbild filters... Э... Сему вам не хватает... Э... Э... Может быть... Конечно... Можен быть... Э... Э... Да... Не дали вернуться сами... Э... Э... Мо... Э... 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 Вы... Ну... Что опять же было у вас в вашей жизни, скажем так. Дальше вы, значит, пишите, что она развелась, но все то вы оба развелись, потом она быстро родила еще двух, с тех пор стал женщин использовать. То есть по факту вы не хотите сказать, что данная ситуация, данная история повлияла на вас таким образом, что вы, значит, стали использовать женщин, но я думаю, что не буду сильно далеко отристи, а при истине, если скажем, что как минимум личность человека, как минимум индивидуальные особенности ситуации, в которой вы оказались, вы игнорируете. Почему-то переносите свой опыт на других женщин. Ничем перед вами не виноватых. В общем-то во многом этом есть некий такой незавершенный, незавершенный, что называется, незавершенный гестант. Правда? Как-как? Ну, у нас в психологии это называется. Вот. Может быть есть какая-то еще подоплека в данном аспекте. Честно сказать я не знаю, но совершенно точно я знаю, что нужно вам вашу ситуацию разобрать более подробно. Потому что иначе, в противном случае, матера будет беспокоить. Ну а, соответственно, женщины, те, которые ни при чем совершенно, вот, будут страдать. И страдать будут, ну, в общем и целом, наверное, совершенно не, ну, совершенно не заслуженно. Как мне видится. Вот. Это то, что я могу вам ответить на вопрос, который вы пишете. То есть нет, нет какого-то уникального решения вашей ситуации. Нет такого решения. Есть, скажем так, последовательные действия, последовательный анализ, который позволит нам понять, что с вами происходило. Ну, какая ситуация с вами происходила и, собственно, как можно ее, значит, скорректировать. Следующее. Дальше. Вы пишете. Появился она, привык к ней, у нее сын. Просто решила, что она будет неплохой матерью, родился ребенок и женился. Ну, видите вы, есть такое ощущение, что вообще изначально женщина, как неких таких самостоятельных вот субъектов, да, какой-то вот деятельности, но меня боимся не воспринимали изначально как самостоятельных персонажей, самостоятельных личностей вы не видели. Это очень серьезно, потому что женщина такое обесценивание чувствует и отвечает вам, в принципе, тем же самым. То есть, если ты обесцениваешь меня, ну, я обесцениваю тебя. Ну, в принципе, все логично. Вот. И здесь, соответственно, вы говорите, что вы привыкли, но, простите, вы привыкли, а как именно вы привыкли? Ну, то есть, к чему именно вы привыкли? Что это представляет привычка-то как раз? То есть, давайте, ну, как-то раскроем этот момент, постараемся раскрыть этот момент. Вот. Что из себя представляет привычка? Потому что здесь, ну, кавычка, это желание определенное, это определенная потребность. Вот. Важно понять потребность, в чем именно. Да? Вот. Потому что, ну, вы говорите, что родился ребенок, вы женились, решил, что она будет плохой матери. Вот. Ну, извините. Только это вас, женщина, интересует. А, начнем, на каких основаниях вы выстраивали отношения со своей первой женой, с которой, собственно, все началось? Ну, я имею в виду, проблемы начались. Вот. А на каком основании, на каких основаниях, точнее, вы выстраивали отношения со своей? Нет. Что вас обитняло? Что вас связывало? Может быть, все, может быть, все дело в этом? Что? А, изначально? Вас, с вашей женой, мало, что связывало. Вообще. То есть, может быть, в этом вся проблема? Я, конечно, не знаю. Я, конечно, сейчас только предполагаю. Вот. Но выглядит, выглядит это все. Ну, мягко говоря, вот таким образом. Не самым, надо сказать. Хорош. Да? Дальше. Так. Ее не люблю. Оказывается, впервые в жизни полюбил это другая женщина. Никогда этого ощущения не было. Вот. Ну, эээ, я думаю, что вам, эээ, знаете как, эээ, вам, эээ, эээ, чувств, эээ, чувств, ээээ, захотелось, вот. Точнее, эээ, вам всегда, хотелось, эээ, чувств, да, и я не думаю, что, ээээ, ну, вам бы хотелось только, вот, эээ, в этот раз, эээ, вам бы хотелось, эээ, всегда, чуть, эээ, вот. И, ээээ, влюбиться здесь, эээ, было не сложно, конечно. Ну, надо бы, ээээ, посмотреть, что именно представляет из себя ваш, ээээ, ну, вот, влюбленность, ээээ, что такое влюбленность ваша. Ну, потому что, эээ, вполне может быть, что это тоже, эээ, по предопресс – определенного, вот. Просто по предопрессу, просто еще одно желание, еще одно, ээээ, эээ, чувство, как по... ээээ... в ээээ эээ... в какой-то степени вас обманывающе, вот, к сожалению, конечно, и конечно же, к сожалению, вот, вот, примерно так я могу вам ответить. Дальше, так, никогда этого еще не было, она у нас отказывается встречаться, я не могу, без нее тяжело очень, а, вот, видите, да, то есть у вас здесь зависимость получается, любовная зависимость здесь, она достала многопитно, уход от реальности, жена, получается, также используется за денег, просто подцепила в нужный момент, оказывается, откуда вы это узнали, и здесь ребенок маленький хотел его, зачем, брать не могу, почему вы думаете, что ему это во пользу, что делать, может посоветовать. Давайте для начала вы изучите такой жизненный сценарий, который называется тупик или психологический драйвер, как еще его иногда называют. Вот, давайте для начала изучите его, вот, и потом еще я бы сказал, что вы здесь очень сильно на самом деле позиционируете себя как жертву, да, вот, вот, все вас используют, да, все вас поразают, ну, по сути дела это жизненный сценарий, потому что вы пишете, да, что вот пришлось жениться, пришлось, вот, все у вас пришлось, вот, что такое пришлось, пришлось это я себя заставил, вот, ну, если вы себя заставляете, это делать, то большому счету это откуп, откуп не вам, да, а откуп вообще совсем-то совсем другим фигурам в вашей психологической реальности, вот, совершенно другие фигуры, никак, никак вообще не связаны с вам, никак абсолютно, вот, от слова совсем. Вот. То есть вы просто живете, ну, по ощущениям, да, вы живете не своей, вот, вообще, от слова, ну, от слова не своей, вот, и, ну, соответственно, проблематика именно такая, что я не знаю, что это называется. Число вины, может быть, а, вот, а, может быть, что-то, что-то, что-то еще, вот, а, может, может быть, это некая идеализация семьи, что вот, ну, позиционирование себя так, что вот я обязательно, у меня обязательно должна быть семья, обязательно должна быть, быть, должен быть ребенок и так далее, вот, что вы так собой жертвовали. Вот, нужно понять, что вас вообще волнует, интересует, да, нужно понять, что вас вообще, к чему вы вообще стремитесь, вот, и тогда уже можно будет говорить о том, что делать дальше. Вот, я думаю, примерно, ну, я думаю, примерно так, можно, можно ответить вам, ответить вам на вопрос. На этом все, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи.